Байден выбывает из президентской гонки. Это стало главной мировой новостью. Таблоиды просто пестрят яркими заголовками. При этом решение было как предсказуемым, так и совершенно неожиданным. Ведь еще пару дней назад дед Джо уверял, что будет бороться за кресло хозяина Белого дома до конца. А теперь Байден вновь спровоцировал обострение внутриполитического кризиса. В непростой ситуации разбирался Олег Романов. Конспирологи даже задаются вопросом, ожив ли еще автор этой бумаги. Вряд ли, конечно, уход Байдена из жизни рискнули бы скрывать. Но не вызывает сомнений тот факт, что решение свое он принял под серьезным давлением. Вряд ли его выбор был абсолютно добровольным, а тем более осознанным. Если понятно, он не встретился с Господом. Если бы Господь Всемогущий снизошел и сказал «Джо, убирайся из гонки», я бы так и сделал. Но Господь не сойдет с небес. Всю минувшую неделю СМИ, связанные с демократами, публиковали утечки из партийных кулуаров. От Байдена требовали ухода все тяжеловесы. В частности, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, а также партийный серый кардинал Барак Обама. Это решение приняли, как мне сказали, внезапно из-за давления на самом высоком уровне со стороны Нэнси Пелоси, Барака Обамы и других влиятельных демократов, а также по решению многих высокопоставленных помощников Байдена. Все они говорили Байдену, что ему нет пути вперед, что он не сможет выиграть эти выборы. Заминка с появлением на публике Джо Байдена может быть вызвана тем, что его выходу из предвыборной гонки потребуется убедительное объяснение. Появились слухи, что в ближайшее время будет официально опубликован диагноз с упоминанием старческих недомоганий президента и даже подтверждено наличие у него симптомов болезни Альцгеймера. При этом Байден не покидает свой пост и намерен занимать его до января. Если диагноз обнародуют, то республиканцы готовы потребовать парламентского расследования. Кто в последнее время принимал и принимает за президента решение, не идет ли речь об узурпации власти неизвестной группой лиц. Пока же полуофициальным кандидатом от демократической партии решено считать вице-президента Камалу Харрис. Именно ее, как объявлено, намерен поддержать сам Байден. Эта идея пришлась по душе партийным спонсорам. За сутки они перечислили в предвыборный фонд 50 миллионов долларов. Правда, не все для демократов так уж безоблачно. Законы ряда штатов не позволяют менять кандидатов в президенты за сотню дней до голосования. Если Камалу утвердят 19 августа на партсъезде, республиканцы обжалуют данное решение сразу в нескольких судах. Есть и еще одна проблема. Особенности личности самой Харрис. У нее огромный отрицательный рейтинг. 56% американцев не будут за нее голосовать ни при каких условиях. Она известна также многочисленными странностями в поведении. Например, при чьей вывезыцах стал ее смех. Я зову ее Камала Хохотушка. Видели когда-нибудь, как она смеется? Да у нее не все дома. Знаете, смех многое говорит о человеке. Она ненормальная, больная на всю голову. Трампа можно бы обвинить в пристрастности, но здесь он вполне объективен. Да посудите сами. Даже если посчитать это просто проявлением жизнерадостности, то другие достоинства в Камале Харрис избирателю обнаружить непросто. Она, например, знаменита тем, что в бытность генпрокурором Калифорнии требовала отправлять в тюрьму родителей, чьи отпрыски прогуливают школу. Вице-президентом она отвечала за цифровую безопасность и пограничный кризис. Обе эти проблемы по результатам ее работы лишь обострились. Она знаменита также своими спичами и, в частности, этой вот фразой. То, что может произойти свободно от того, что происходило. Если смысл этой тирады вам остался непонятен, то вы не одиноки. Журналисты одной из американских газет сопроводили данное заявление Харрис словами. Наша редакция работает над прояснением содержания заявления вице-президента. Как бы то ни было, появление нового номинанта от Демпартии стало ответом на часть вопросов, но породило множество новых. От последних месяцев предвыборной кампании в Штатах можно ожидать чего угодно. Единственное, скучными они точно не будут. Олег Романов, Дмитрий Астартах, агентство теленовостей.